Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, это проект Клуб Эфир, природоцелитель, мы говорим о здоровье. И отдельный ролик, может быть, не последний, на тему голод. Неприятное, страшное такое понятие. И сейчас всё больше набирает популярность в сети, и мы видим, что тема лечебного голодания, она как бы стучится, она возвращается. В советское время было тоже такое направление. И вот буду говорить за себя и за то, что я рекомендую пациентам, и то, какими инструментами я работаю. Вот лечебным голоданием не работаю вообще. Потому что я передаю программы, которые я отрабатывал на себе прежде всего. Либо в которых я уверен, что их человек сможет контролировать, либо я точно, если подключиться ко мне, я смогу урегулировать этот вопрос. Что касается голода, я ни в коем случае не ставлю под сомнение, что, естественно, когда человек перестаёт убивать себя невидовой пищей, ну, как бы многое меняется к лучшему. Но вообще само понятие голод нужно разграничить. Голод клетки, либо это просто неедение, да, то есть отсутствие еды, например, и только питьё. Ну, иногда неедами называют тех, кто пьёт фруктовые соки, но не ест мякоть. Да, ну, я не буду сейчас спорить, кого как называют. Ну, вот в любом случае голод клетки, то есть недостаток жирных кислот, либо аминокислот, либо моносахаров, той же глюкозы пусть будет, да, хотя там надо разбираться, что там глюкоза, фруктоза, ещё что-то. Тут, скорее всего, не всё так просто с тем же углеводным обменом, да. А нехватка минералов, каких-то витаминах, каких-то полезных веществ, которые мы получаем в здоровом состоянии от здоровой нашей симбионты, микробиоты, которые не нужно ничего, только бы её не трогали. Там нехватка воды, нехватка каких-то компонентов воздуха, которые мы захватываем, и он благодаря ионизации воздуха, да, и тут очень важный момент, когда будем с вами разбирать эфирный синтез, то есть как именно мы получаем энергию, по сути, основную, да, потому что пищи нам не получить реально энергию, вот, как сказать, ну, вот, это очень тяжело, да, я вот рассчитывал такие вещи, это, ну, достаточно, как бы, нужно следить за этим, там вот эти порции, там, фиников, например, да, и там будет не хватать энергии на восстановление, например, на, то есть, ну, как бы, это будет отдельный разговор, будем к этому возвращаться, там, кто верит, не верит, но, как бы, будем даже тут и примеры приводить, что это очень важно, то есть, когда происходит такое пищевое озарение, ты видишь, что на вот этой стандартной пище-то можно только помирать потихоньку, а на энергии-то не может давать, иначе бы все было бы только в плюс, жили бы вечно, так вот, по поводу голода, да, если есть вот эти какие-то нехватки, вот это нам точно, это точно не лечебное что-то, то есть, это отменяется, но при этом, если мы под лечебным голоданием понимаем отсутствие просто еды, например, да, и здесь, как бы, ну, естественно, конечно, это многое может изменить, ну, как, то есть, дать облегчение, и там, наверное, запускаются какие-то механизмы вот очистки, правда, не сразу говорят, там, реально на восьмой, там, девятый день, кто этим занимается, кто это изучает, я просто не очень понимаю, я просто понимаю, что такое зависимость сейчас серьезнейшая ментально-эмоциональная пища, да, ну, и на физиологии это вот и наркоманская, да, то есть, это воздействие микробиота на инопиатные рецепторы, там, и на дофаминовые, и на синтез, воздействие на синтез глюкокортикоидов, то есть, это вот микробиотическая зависимость, да, и не энергетическая, и не субстратная, мы сейчас говорим про патогенную зависимость, да, и на ментаре, и на эмоционаре, и на физиологии, потому что, если у нас там жор чего-то не хватает, то там, да, что срочно нужны углеводы там, или что там, мы, ну, о каком голоде там, то есть, о каком неедении там можно сейчас говорить, да, ну, надо что-то исправлять, правда, с умом, не до экспериментов. Так вот, я не совсем понимаю, вот я знаю, насколько сильны завязки, да, и у меня тоже на эмоциональном плане, на ментальном есть, я просто поменял субстраты, те, которые как бы в плюс мне работают, но привязки все равно как бы просто к другому, ну, сохранились, да, то есть, образно говоря, поменяли там, ну, какую-нибудь там больную проститутку на здоровую, замечательную женщину, но завязки есть, да. Теперь она, правда, не убивает, должна работать в плюс. Так вот, я не очень понимаю, просто у нас есть практика уже многолетняя, я как бы, во-первых, я представляю, что вот на предложение голода вообще у людей, ну, вообще челюсть отвалится, и так-то они хотят очищаться, и так ничего не хотят менять, и так сразу говорят, питание менять, изменить невозможно, как мне прямо вот так вот люди в возрасте говорят, невозможно, все. Да и молодежь там лет 20, с кого там, я смотрю, веду, там, от чипсиков невозможно отказаться, еще чего-то, а вы там какой-то, давай поголодаем, ну, давай, поэкспериментируем, потом будет откат, как вот спор, я смотрю, как некоторые постятся, да, ну, терпите, но потом как бабац после этого на все накидывается мешанина. Ну, вот, естественно, как бы откат идет, да, то есть долго вы не даете героиному, наркоману порцию, но потом он себя просто будет убивать этим героином еще больше. И я, еще раз, я не понимаю, вот зачем это, вот на периоде очищения именно, у нас тут большинство вообще задача просто начать, как у многих просто вообще начать, какие-то шаги. И дальше еще спокойно идти, удерживаясь через очищение, к относительно чистому щелочному телу, сбрасывать эти все диагнозы, да, будут подниматься все эти нечистоты. Вот к чему такие, как бы, резкие шаги, вот все-таки совершенно необоснованные игры, у нас с вами запустить очищение, то есть хотите спровоцировать очищение, я его, я это делаю, ну, показываю инструменты, даю людям, которые вообще ничего не собираются менять. Как это было со мной? Я совершенно не собирался менять питание. Это было последнее, о чем я мог бы задуматься. И замечательно его запустил так, что, ну, вот так, наверное, не надо, как я. Лучше мягче это сделать. И уж точно я не собирался голодать. И вообще об этом думать. И некоторые скажут, ну, тут у тебя не хватало силы воли. Да вот просто даже до этого и, я говорю, даже изменения в питании особо меня не волновали. А вы там про какой-то голод. Там, скажем, поиграть с собой, поиграйте с телом, да. А давай вообще у тебя завязки каждый день. А давай вот с завтрашнего дня забудем про то, что мы вообще зависимы и на ментале, и на эмоционале, и стрессы не заесть, и программы ментальные все порушим. И на физиологии будем терпеть, да, как бы там себя ломать. Ну, вот кто занимается фруктоедением и вообще типами питания, некоторые все-таки так и говорят, что, ну, ничем хорошим не заканчивается, как правило. Я вижу, как вот всякими лечебными, после лечебных голоданий люди накидываются на эту блюдоманию, хоть там вроде там и что-то сырое, как правило, но это, ну, это точно вот не тот путь, который я пропагандирую и представляю. И мы, нам надо просто убрать в питании то, что убивает, чем быстрее, тем лучше. И с тем, что нас полностью не так, что там наполовину гадят и наполовину что-то там дает. Хотя, как правило, там дает на процент, на два, а остальное гадит. Вот. И такое нам совершенно не нужно. Видовая пища, она всегда только полезная, она натуральна, она легко добываема, то есть ее не надо ничего готовить. И у нас с вами есть три фазы питания. Это первая минеральная вода и минералы. И, пожалуйста, это вот-вот, это и фаза очищения. То есть на очищении мы вообще поднимаем плечи метаболизма, мы раскачиваемся, а голод, неедение, это как бы мы вообще отключаем вот эти все. Ну вот, у меня другой путь. Я просто знаю, как он работает. И, значит, первая фаза минеральная. Промываемся и даем минералы, повышая моноболическое вот плечо. Вторая фаза питательная, пожалуйста, она не блокирует очищение. Если в меру, там, небольшие кусочки банана, дробно только, да, то есть это вот заходами, там небольшие порции фиников, четыре небольшие-маленькие штучки, только не вареных, там, в сиропе, да, нормальных, сухих. И там, ну, может быть, кусочки авокадо, да, там, ну, или это могут быть еще какие-то салатики, там, да, то, что не усваивается, просто чистить. Ну, помидоры, огурцы, они, там, помидоры более, уже больше относятся к такой кислотной фазе, то есть очищающей. Но огурцы, кстати, больше, наверное, к первой. Минералы, там больше вода и минералы. Вот. И третья фаза у нас очищающая. Пожалуйста, провоцируйте очищение лимонным соком, например, значит, да, цитрусовыми соками. Ой, только не надо там вот про диабет, все уже есть ролики. Пожалуйста, если вот эта программа сидит там, что от вареных каш диабета не будет, да, вот от цитрусового, там, сока, все сразу, все отвалится поджелудочное, да. Она, кстати, может и отвалится, если не чистится, и печень уже никакая, там уже вся поджелудочная никакая, да, там все отвалится, поэтому, потому что провокация будет очищение такая, что ой-ой-ой. Поэтому, ну вот осторожнее, да, то здесь совершенно не надо ничего голодать, а вот такими дробными заходами трехфазового, да, питания, просто мы ей не дадим упасть ни по жирам, белкам, углеводам внутренним, да, то есть у нас там будут идти фруктовые сахара, из которых организм в более-менее очищенном уже все-таки состоянии все и так синтезирует, и как бы мы еще все-таки рассчитываем, что у нас внутренний эфирный синтез, как бы не полностью погашен, да, и опять же, если мы убираем пагубное в питании, уже становится легче, то есть уже, ну, и надо и стрессы, конечно, убирать, и ментал очистить, это тоже ведь все блокирует именно внутренние каналы поставки энергии и, на самом деле, глюкозы, там, наподобие фотосинтеза это идет, и вот, как бы, вот уже отработано, и это намного, на этот большинство не пойдет, да, пока так ждет что-то, смотрит, даже и не думает на большинство, вот я смотрю, там просто радуются, ну, это их выбор, да, хотя я, когда вижу их уже вот снаружи, там уже радоваться-то нечему, но, как бы, и это я вижу, кстати, вот недалеко от границы с Абхазией, тут юг, все, вроде бы все натуральное, но люди ненатуральные уже, да, и поэтому я не для того, чтобы кого-то успокоить, или не волнуйтесь, холода не будет, или, как такая есть, там, Светлана Добровинская, да, вместо одной котлетки съесть пять, сама уже там расширяется, уже видно, что, ну, она, конечно, ног чистится, там у нее БАДы, все, да, но есть там такая доказательная медицина, вот такой доказательной медицины от нас хотят, вместо одной котлетки пять котлеток, вот вам научно, все, пожалуйста, ешьте, будет вам гниение в пять раз больше, ну, и онкология будет быстрее в пять раз, да, такая медицина не надо, это, пожалуйста, кому она нужна, туда вот с такой медициной идите, доказательной, они все вам уже доказали, а что касается, опять, все-таки, да, вот голода, да, забудьте вы это слово, нет никакого голода, он не может быть никогда лечебным, это не надо, здоровый организм не голодает, без еды, кстати, да, на физиологии нет этой зависимости, если, как бы, убрать уже, если нормофлора в порядке, патогенки нету, как бы, ее-то нету, по себе скажу, зависимость остается эмоциональной, а ментальной, а с этим тоже можно поработать, но давайте сначала почистимся, да, как бы, просто смешно сразу там лезть в эти высокие вибрации, когда человек уже не может там и часа без булочки прожить, да, диабетик без сладкого не может, там, проблемы около печени щитовидка от мяса, они уже не могут куда деть эту агрессию, и надо же быть хорошеньким, пока не будет четвертая стадия онкологии, молочка, ну, тоже сам был зависим от нее, все, я прошел все эти зависимости, и, как бы, ну, вот, не голод, а просто переход на видовое, полезное, ну, с умом, да, будем все время повторять эти три фазы, где, как, то есть играть ими, и обязательно наслаждаться, там нет ничего невкусного, причем действует еще по интуиции, вот, сколько хочется водички, вот, с гималайской соли, при языке ее, да, вот, организм начнет сам подсказывать, да, да, давай еще больше, сколько хочется там лимонной водички, или там цитруса, или с, немножко там каких-то провоцирующих, вот, хочется спровоцировать, да, хочется освободиться, если вот есть жоры, вот, нужна энергия, организм хочет почиститься, ну, дайте ему, это немножко, маленькую порцию, там, бананов, фиников, ну, ну, пусть уж возьмет, ну, не может он из эфирного синтеза, да, вот сейчас взять там, ну, вот, спровоцировали так, а ведь хочется побыстрее чиститься, правильно, поэтому, я играл этим, да, ну, мне, правда, никто, вот, не читал ни лекции, ни все, и сам до всего этого доходил, и без всякого голода, задача, если очищаться, а это вообще как бы от вот этого вроде, как бы лечебного голода, да, или вроде голода, но лечебного, там, ну, только без всякого голода все это делается, и об этом пишу, пишу, и делаю, и практикую, поэтому, давайте забудем все, таки, никакого голода нет, нам не надо, да, мы все можем, можем и не есть, конечно, ну, давайте сначала, вот, на видовом питании, прочистимся хорошо, восстановимся, а потом, уже будучи абсолютно здоровыми, вы можете поэкспериментировать, там, да, и уже восстановить, не только на физике, но эмоционально, ментально, придя в такую вот целостность, да, что вам это, в принципе, и не нужно, пожалуйста, это будет ваш выбор, но, пока, как бы, стоит задача, если очищение, то, как бы, здесь, нужно уже, пока рано говорить, да, об экспериментах, да, у нас все-таки, ну, это все равно, что в горы брать, человека там с астмой, да, понятно, что он может быть здоров, и, в отличие от официальной медицины, доказательной, без всяких доказательств, очищение, прекрасно, и астму берет, просто гной, скопился, в лимфе, тех же бронхов, вот вам и астма, через очищение, давайте пройдем, а потом, пожалуйста, экспериментируйте, поэтому, ну, вот, вопросы голода, это вот не к нам, нам это не надо, меня зовут Широков Андрей, природный сердитель, Клуб Эйфлер, спасибо за внимание, не голодайте, ни духовно, ни физиологически.